добрый день народ представляю вашему вниманию проект основанный на виджеты на виджете time input то есть при помощи него можно вводить время на наш микроконтроллер и обрабатывать его то есть время запуска выключения то есть вот посмотрим как он выглядит можно задавать дни недели время вот с какого до какого он включается сходу решить данную задачу не удалось хочу сказать что данный интерфейс и сам скетч он не мой его сделал забугорный скетч мастер вот молодец очень хороший проект сделал очень интересные вещи решения смотрите выводится например на терминал уровень сигнала вай фай время сейчас которое есть применен виджет реального времени ртс и вот применена как сказать по каким-то событиям на микроконтроллеры которые происходят он присылает нам сообщение то есть если физически контроллер отключить и обратно подключить питанию мне придет виджет об этом сейчас система работает в автоматическом режиме реле включено можно задавать понедельник пятница суббота воскресенье все дни и как я встаю то есть у нас есть четыре задачи к по времени то есть например я могу рабочие не отключить оставить только субботу воскресенье для суббота воскресенье свое время когда включается реле для понедельника по пятницу свое но я могу убрать здесь какие-то дни недели на при этом среду или еще как то что еще можно сказать ну надо пойти пощелкать что ли включить для вас то есть смотрите если я нажму в ручном управлении сейчас реле включено как вы видите если я в ручном управлении нажму так что блики не ловила выключить он у меня выключится соответственно нажму второй раз он включится переведу а вы видите мануал горит переведу обратно в автоматический режим он вернется в тот режим в котором был то есть вот показываю был вот в этом нажимая включить нажимая назад обратно возвращается то есть очень умная на умный скетч в нем рассмотрено много интересных вещей будем его как бы по кусочной изучать системы ну и применять в своих проектах но вся суть какая при помощи часов реального времени вот этого виджета сейчас я вам его покажу поподробнее при помощи часов реального времени вот этого виджета он причем не занимает никакой виртуальный пин просто мой real time clock вставляем ртс и наш контроллер получает данные глобальные соответственно и при помощи виджета time input мы отсылаем данные на контроллер о том в какое время включиться выключиться и надо сравнивать два времени реально и time input и зависимости от того как какие условия выполняется включать или выключать реле ну вот как то и так все просто вот ну погружение в этот сложный проект прямо открыла для меня глаза тут очень много интересного извиняюсь за кашель сейчас еще покажу по самому коду некоторые вещи кратко по железу esp 82 66 подключил реле с высоким уровнем сигнала включения на шестую ногу физическую это gpu 12 вот как-то кратенько вот у меня работает уже больше суток перещелкивается реле по расписанию в приложении к видео ребята вы найдете файлик time input original рарный файл в нем библиотека simple time master time master сам скетч time input original видео с форума ссылочка картиночка как она выглядит как выглядит меню как подсказочка такая и ссылка на забугорный форум вот сейчас мы покажем вам как выглядит скетч сам физически так все ли открывается заодно надо проверить все ли нормально да все нормально открывается здесь самом начале подробно написано какому виджету что подключить кнопка в 1 мануал аутобутон в 2 он of в 3 терминал виджет 4 виджет 65 ну все подписано ребята все подписано за каменщина подключение к серверу то есть если эту строку раскомментировать то можно подключаться к своему серверу код авторизации логин пароль от вайфая и здесь пошел код вот основные вещи старт секонд стоп секонд и нау секонд то есть помните мы от часов реального времени получаем время там дальше функциях это время превращается в сколько секунд сейчас вот time input мы получаем когда стартовать когда останавливаться вот вот это ребята строка интересная она для того чтобы на нашем терминале выводить время и вай фай сигнал вот такая интересная вещь как это устроено как за программами я не знаю но вот грубо говоря видите blink set priority в 3 это у нас терминал лейбл это его подпись и что туда записываем это вот вот это вот добро а вот это вот добро у нас равно время плюс вай фай сигнал в процентах плюс вай фай сигнал в процентах то есть вот такая вот строчечка интересно очень интересно по коду можно долго смотреть вникать в него я потратил много времени я буду этот код разбивать на куски и использовать по частям потому что много интересных вещей нашел очень много интересных вещей вот очень длиннющий он такой длиннющий для того чтобы в терминал выводить куча сообщений так вам по правде намного короче то есть вот функция например monday friday то есть понедельника по пятницу получает время вот real time часов выводит получаем данные от параметра time input получаем эти данные вот здесь очень интересно смотрите у ртс у real таймера первый день недели единица это воскресенье а у time input первый день это понедельник и для этого сделано вот это вот добро вот это вот все добро сделано для этого мы сравниваем если день недели соответствует реальному тому который сейчас и тому который введенную через параметра time input вот если совпадает а соответственно сегодня реле будет активно реле будет сегодня активно очень интересный код достаточно подробный понятный если вдумчиво посидеть почитать и ну еще раз говорю я буду его рассматривать кусками и потому что здесь много очень интересных вещей и вот смотрите здесь real time запускаем rtc begin вводится тут вот а здесь таймер сет интервал актив то дэй река нету блин ковы лью сент вифи вифи сигнал да то есть вот раз это получается если это в 10 секунд 10000 написано это раз в пять секунд clock value и сент вифи кокнут сколько сейчас времени вай-фай сигнал проверяется через 30 секунд реконектится до сервера и в т.д. ну такие вещи очень интересные реконект bring ну вот например есть кусок кода который если день недели не совпадает он говорит сегодня не в не включится сегодня не включится роли ну и так далее еще раз говорю буду рассматривать его кусками и вот когда мы его кусками уже рассмотрим то станет понятно как это все вместе работает а так конечно сколько строк 800 строк 800 строк это просто охренеть ладно господа на этом видео заканчивается всего хорошего ставьте лайки подписывайтесь на канал поставьте лайк конце концов пока пока пока